Мой военкомат Здесь не было вот этого холода, а ведь призывникам надо, когда призывать с родителями, с невестами, с женами сюда приходят и так далее. Где-то сесть, где-то им допустить. Поэтому все тут сейчас учтено, видимо, до совершенства, потому что я все его смотрю, все не делал, но уже вижу, что вижу, что совсем, ну, самые современные здания. В военкомат будет работать по принципу одного окна. Предусмотрена электронная очередь. Получить все услуги, кстати, в цифровом виде теперь можно на первом этаже, чтобы не перемещаться по лестницам. Активное участие в реализации проекта принял и глава Одинцовского округа Андрей Иванов. Он был не только зачинщиком этого, в хорошем смысле слова, но и участником. Он активно сам участвовал в проектировании и заработке архитектурных форм и самих проектов. И постоянно инспектировал, как идут строительные монтажные работы, как идут оборудования, вносил коррективы, значит, где-то заставлял те, кто работает, поактивнее это делать. Да, и очень творчески, должен сказать, таким с большим вкусом вот к этому относился. После завершения реконструкции здание военного комиссариата будет комфортным как для призывников, так и для ветеранов. Убедиться в этом смогли сами представители ветеранских организаций округа. Для них провели небольшую экскурсию, а глава муниципалитета рассказал им о возможностях нового военкомата. Много будет роликов патриотического толка, рассказывающих и о том, какая техника сейчас есть у нас на вооружении, и о том, как проходит служба. Будет полноценная наглядная картинка, что должно еще больше привлекать призывников к службе вооруженных силах и, конечно, показывать нашу мощь, нашу обороноспособность. Также была благоустроена прилегающая территория, появились парковка, плац, спортивные объекты и зоны отдыха. Наталья Гончарова, телекомпания «Одинцова».